Майдан в воскресенье собирает народные вечи. Сотни обещают участникам шокирующие новости и требуют присутствия Турчинова и Яцнюка. Майдан должен сам довести порядок. Майдан должен стать жестче. Майдан должен стать жестче дисциплинированием. Мне это близко к полковнику-афганцу с высочайшим принципом дисциплины. Звать народ на Майдан пришли не только суровые мужчины. Победительница Евровидения 2004, автор-исполнитель, продюсер и просто прекрасная женщина Руслана приглашает украинцев на главную площадь Киева, куда сама планирует прийти в воскресенье. Мы собираемся в это воскресенье в 12 часов на вечер показать, что Майдан есть и что Майдан может сегодня. Все, кто против действий Путина, все, кто против войны Путина, все, кто не согласны с фальсифицированным присоединением Крыма, все, кто хочет поддержать крымчан, украинских военных, крымских портах, все, кто хочет поддержать наш Харьков, наш Донецк, наш Микробетровск, наш Мариуполь, наш Херсон. Те города, которые были, есть и останутся Украиной. Все, кто хочет показать миру, что Украина едина. Приходите в это воскресенье на Майдан. Заходит речь о событиях, которые актуальны в Крыму. Совет сотен Майдана считает, что необходимо дать оценку тому, что происходит с воинскими частями, потому что командиры действуют на свое усмотрение. Приказа сверху, как быть, они не получали. Час назад началась сдача частей. Всех частей в Крыму. У людей нет приказа по сегодняшний день, что и как поступить. В полном возмущении находятся командиры. Буквально перед тем, как летит Мехрофон, я привел с командиром батальона морской пехоты Феодосии. Батальон морской пехоты в Керчи полностью поднял российский флаг. Командование Академии военно-морских сил в Севастополе подняло российский флаг. Всего несколько курсантов спел один в Украине, остальные все присоединили верность России. По территории батальона морской пехоты в Феодосии сейчас полным ходом идут русские военные, гражданские не участвуют. Это единственный сегодня батальон, который старается держать и не дает ключи от складов. Слово дают и беженцам из Крыма. На родине их задержали, допрашивали и в результате выгнали вон русские фашисты, говорят бывшие крымчане. Люди в одночасье остались без крыши над головой. Тут сказали, что если закопленная Крымом, отключили украинские каналы. Украинские каналы отключили давно, еще девятого... Тут сказали, что в Крыму отключили украинские каналы. Украинские каналы отключили давно, еще девятого марта. Я переписывался с друзьями по интернету. Говорил, что завтра придут они завтра домой. Мне говорили, что нет, не придут. Пришли и в грубой ультимативной форме заявили, что геть. Сегодня на Майдане генеральная уборка. Сотни говорят, что необходимо избавить революционную площадь от мусора, потому что она не только место скорби, но и символ новой Украины. Нужно навести порядок, чтобы в воскресенье начать все с чистого листа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok